Здравствуйте! Меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЕТВ. Каждый вторник, 21.30, мы рассказываем о событиях интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. Приютовцы приняли участие в гонке героев. Белебеевские пловцы вернулись с медалями с Кубкой Республики. В деревне Баймуртино построят новый ФАП. Студенты Белебеевского медколледжа приняли участие в Республиканской Спартакиаде. Начнем выпуск коротких новостей. Приютовцы приняли участие в гонке героев. Эта гонка – экстремальный забег с препятствиями по пересечению местности. На соревнования приехало более 80 команд из разных уголков страны, в том числе и команды из поселка Приютово. Участникам предстояло преодолеть высокие стены, наклонные заборы, колючую проволоку, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой и имитацию боевых действий. Белебеевские пловцы привезли 11 медалей с Кубкой Республики по плаванию. Спортсмены состязались на коротких и длинных дистанциях разных стилях. В личном первенстве Камила Кагирова трижды стала обладательницей золотой медали и одной бронзовой, а Залия Аюбова дважды завоевала золото и бронзу. Вера Лукаянова заняла третье место. В командном зачете пловчики дважды стали бронзовыми призерами Республики в эстафетах кролем и комплекс. В Белебее злоумышленники за одну ночь совершили сразу два разбойных нападения. Сначала возле городского парка отдыха они избили и ограбили девушек. Спустя час проникли на территорию частного предприятия по производству газированных напитков. Избив и связав сторожа, злоумышленники взломали дверь в бухгалтерию, похитили два компьютера, телефоны и упаковку лимонада. Сторож, освободившись спустя некоторое время, сразу обратился в милицию. Преступников удалось задержать в соседней деревне. Ими оказались два неоднократно судимых безработных. Деревня Баймурзина построит новый фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители приняли активное участие в выборе места расположения будущего объекта. ФАП оснастят согласно современным требованиям. Его возведение сделает пребывание пациентов в подразделении и условия труда медработников более комфортными, а также выведет качество медпомощи на новый уровень. Воспитанники подготовительной группы детского сада «Дуслык» посетили музейное занятие «Верные спутники солдат». Оно прошло в рамках программы «Летние каникулы в музее». Сотрудники историка Криведческого музея рассказали детям о героизме и мужестве советских солдат на полях сражений Великой Отечественной войны. Ребята узнали о деталях военной формы и о военных приборах того времени. С интересом слушали о работе полевой кухни и о видах боевой техники. А теперь перейдем к основным новостям. Первая неделя июня для студентов медицинских колледжей Республики выдалась спортивный, насыщенный духом соперничества и здорового азарта. Подробнее смотрите в сюжете. Ежегодный Республиканский союз работников здравоохранения при поддержке Минздрава проводит среди студентов медицинских колледжей «Спартакиаду». Каждый раз соревнования проходят в разных городах республики. На этот раз принимающей стороной выступил Туймазинский медицинский колледж. «Мы рады принимать сегодня наших спортсменов-медиков. Несмотря на то, что наш медицинский колледж не принимает участие в этих соревнованиях, а является его организатором, Туймазинский медицинский колледж является активным участником «Спартакиады» муниципального района Туймазинский район и является там среди лидеров. Но на сегодняшних соревнованиях, помимо того, что соревнования будут отслуживать студенты и преподаватели медицинского колледжа, к его организации мы привлекли наши лучшие судейские кадры». Участие в Республиканской «Спартакиаде» подтверждает, что студенты являются уникальными людьми, которые проявляют себя в разных сферах. Такое мнение высказал заведующий отделом по правовой и социальной защите профсоюза работников здравоохранения Александр Клочков. «Спортивные мероприятия для молодежи имеют большое значение для сплочения духа, для проявления их активности в жизни. Я считаю, что активная молодежь в общественной жизни, в спорте, она добивается больших высот. Это помогает ей в личной жизни, это помогает ей в профессиональной деятельности. Как правило, мы наблюдаем, когда молодежь со студенчества активно принимает участие в наших мероприятиях, в общественных, спортивных. Потом приходит на работу, там остаются членами профсоюза. Также принимает общественное участие в профсоюзной работе, в спортивной работе профсоюза. И мы прям видим, как рост. Многие у нас сейчас занимают ведущие, руководящие должности в Республике Башкортостан». «Спартакиада» собрала более 150 человек. Два дня будущие медики показывали свои навыки в физической культуре. Они состязались в пяти видах спорта. В волейболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, пулевой стрельбе и шахматах. «Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Я познакомилась с девочкой из Тоймазов. Она очень приятная, общительная. Я надеюсь, мы будем поддерживать контакт. «Команда, конечно, расстроилась. Мне кажется, каждая команда расстроится из-за проигрыша. Но это еще не конец. Еще много будет соревнований впереди. И мы обязательно выиграем». Билибеевских волейболисток готовила Лилия Садовникова. Ежегодно она подготавливает сборную к соревнованиям республиканского уровня. Несмотря на поражение в матче, тренер не стала расстраиваться, а поддержала девочек. В своей подгруппе билибеевские волейболисты и легкоатлеты заняли третье место, что принесло очки всей команде. «Такие соревнования обязательно нужны студентам, потому что они, во-первых, в течение года настраиваются, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни для того, чтобы победить и готовиться. И потом они приезжают здесь знакомиться с новыми ребятами, общаются друг с другом, делятся впечатлениями. Поэтому обязательно такие спартакиады нужны». В результате жаркой борьбы лучшими оказались студенты Уфимского медицинского колледжа. Второе место заняла команда Стерель-Тамакского медицинского колледжа. Третий взял Билибеевский медколледж. Но главное, что все участники смогли в дружеской неформальной обстановке познакомиться и укрепить связи с будущими коллегами. Максим Карпухин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. Рыбачить не так просто, как может показаться. Чтобы помочь начинающим в этом деле, профессиональный рыболов поделился ценными советами о том, как заниматься этим эффективно и с удовольствием. В арсенале каждого опытного рыбака есть свои хитрости и секреты, которые помогают ему всегда возвращаться с рыбалки с хорошим уловом. Но что делать начинающему рыбаку, у которого желание порыбачить огромное, снасти подготовлены, а навыков успешной рыбалки еще нет. Правильно, слушать советы более опытных товарищей. Рыбалка – это прежде всего удовольствие. То есть можно и 20-30 килограмм поймать, если, скажем, вы все делаете правильно, если у рыбы клев выше среднего. Можно ничего не поймать. То есть это если у рыбы вообще прям не клюет, либо вы там что-то как-то неправильно сделали, неправильно выбрали место ловли. Вот то есть рыбалка – это прежде всего на сегодняшний день удовольствие, это антистресс, это возможность подышать свежим воздухом. То есть снижается пульс, снижается частота дыхания, человек отдыхает в этот момент. Особенно там, где течение есть, там вообще очень много отрицательных ионов. То есть все это для здоровья очень полезно еще. От прикорма часто зависит успех рыбалки. Разновидностей прикорма бывает огромное множество. Черви, измельченный мотыль, семечки и многое другое. Если мы говорим о ловле мирной рыбы, то есть рыба должна получить два сигнала. Первый сигнал – это корм есть. Второй сигнал – корма много. То есть вот если есть два этих сигнала, то рыба будет клевать. Я когда прихожу на водоем, спрашиваю, клюет или нет. Если человек говорит, не клюет, я спрашиваю, а кормить? Он говорит, а зачем кормить? Если она клюет, она и так будет кормить. То есть если просто я бы сейчас наделал опарыши или червяка, ну при очень активном клеве, при том, что рыба перемещается везде, ищет, рыщет. То есть да, она будет клевать, но она будет клевать не так сильно, если мы, скажем так, накроем ей стол кормовой. То есть положим несколько кормушек в одну точку и попробуем ее поймать. Вот-вот опять поклевка, смотрите. Сейчас вот он потянул. Вот, вот сейчас уже, вот-вот-вот, вот отлично прям. Да, что-то есть. Причем покрупнее, по-моему, даже, чем предыдущий. Слушайте, мы подлежь к вам поставим на точку. Рыба охотно скапливается там, где происходит перепад глубин. Это касается открытых и закрытых водоемов, а также рек. Если хорошо прикормить это место, то отличная рыбалка вам обеспечена на целый день. Если мы говорим вот здесь, про стоячий водоем, это сделать чуть проще будет. То есть по большому счету, между выбором места и корми одну точку, для начинающего можно даже просто кормить одну точку, и рыба туда все равно подойдет. То есть если он будет ложить кормушку в одно и то же место. Видите, там вот рыбка уже играет, там, где у меня кормушка падала. Там потому что она уже собирается потихоньку на корм. А именно как найти место, можно с помощью специальных маркерных грузиков. То есть вместо кормушки и крючка крепится к шнуру маркерный груз, забрасывается. И по времени падения на дно определяется глубина. То есть рисуется картинка дна, выбирается какой-нибудь уступчик, буровка. И, собственно, с этого места начинается закорм стартовый. Главный вопрос новичка состоит в том, что именно насадить на крючок. Для каждого водоема свои рецепты. Но общее правило таково. По холодной воде лучше работают наживки животного происхождения, по теплой растительной насадке. Принцип заброса – это вот у нее откидывается душка, и она перестает держать шнуры. И вот с этого намотанного буртика леска или шнур, как в данный момент, начинает просто слетать и все. Если необходимо научиться рыбачить, самое быстрое – это просто найти человека, который умеет бросать. Или, например, вдвойне лучше, если человек уже хорошо владеет каким-то конкретным видом ловли, который вас интересует. И просто походите с ним на рыбалку, попросите, чтобы он вас научил понаблюдать и практиковаться самому. Как и в спорте, в рыбалке важна тренировка. Поэтому не стесняйтесь оттачивать технику заброса. Делать это проще там, где нет препятствий в виде прибрежных кустов и деревьев. Это лишь некоторые моменты, которые помогут быстрее освоиться в новом хобби. Мурат Мехтиев советует к просмотру фильм «Фидер – это просто». В нем более подробно рассказаны секреты ловли на фидер. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Белебеевского района каждый вторник в 21.30. Повторы в среду в 8 утра и в субботу в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте. У фанеты телеканал ЮТВ Белебеев-Приютово. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok